29 августа 2024 год по поводу покровского послушайте очень много там просто заполонило все покров 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 россияне то не понимаю забыли про курс вы думаете россияне наступают на покровский это как-то меняет ситуацию вообще глобально смысле того что россия тоже дохлая лошадь я бы даже сказал дохлый слом где-то у него там идут вздутия понимаете по по трупному это трупные пятна проявляться какие-то выходы газов уже мертвичины этой разложения поймете уделяется газ вот она я я конечно не говорю о том что там пацанам сейчас трудно наверняка жутко но глядя на глобальную ситуацию опять же они отказываются от своих слов то есть скорее всего до покровской дойдут до мир награда взять ни того ни другого не смогут с большой долей вероятности конечно просто я больше об этом даже говоришь вы понимали проблема какого масштаба на перед украины то есть курс питом под тысячу квадратных километров больше тысячи квадратных километров украины захватила за три недели до там под 600 700 этих пленных взяли что-то все об этом забыли сосредотачивается на нем покровских покровской это далеко не последний город донецкой области да там я до киева дает рыба россия вздыхает просто одежда это просто последний выдох пожил и там газа отходит то есть то что они сейчас там пытаются сделать сосредоточу все свои усилия именно на этом участке уже видите это да то есть у нас затихла подработина просто там я смотрю что по сводкам по крайней мере и в других местах такого ажиотажа уже нету такого натиска российского нет у нас уже я живу если в 16 у нас есть баллистика собственная у нас уже есть эти поляны все будет нормально не паникуйте гражданские уезжайте из покровской из мирнограда давно уже пора было это сделать повторяю это еще раз не смотрите на целую ситуацию путем рассматривания какое-то локальное место в покровске понимаете огромный фрон 2000 километров сейчас мы там уже я не знаю скоро на москву пойдем после этого курска а тут не начинается вот мы уже там продвинулись в покровске ну продвинулись сейчас эти продвинутые они там черноземом лягут и все пацанам-то тяжелого вопроса мне чем я не знаю как тут что-то приободрить когда ты там на поле боя ты просто воюешь и воюешь тяжело не тяжело ну как бы тяжело в двадцать втором все равно тяжелее всего было в двадцать втором году сейчас уже гораздо все лезет понятно а россия это удушающий прием россию как эту лягушку медленно варят в кипятке да постепенно нагревая воду это удушающий причем не боль не прием не болевой как я уже несколько раз приводил из россия убивая нас там десятками сотнями тысяч разрушая наши города на провод болевой прием рассчитывая на то что мы сдадимся украинцы скажем все мы больше не можем терпеть уже давайте как-нибудь замеримся как-нибудь поступим но так делать не надо мы проводим мы как украина и как запад это удушающий прием постепенно сейчас там экономические какие-то санкции норникель там уже в убытке пошел уже там газпром убыток показал 500 миллиардов за полгода то есть что там у нас нефтянка у нас сечен там что-то жалуется хочет скидок чтобы мы давали по 2 доллара это важно вы поняли когда мне говорят шагаша у вас там на украине у нас украина полностью финансируется на данный момент за счет средств западных стран пока они от нас не отказались то что россияне пытается что-то сделать там с нашей экономикой но без толку потому что за нами у нас тыл запад действительно западные страны у россии такого нет у него горят там эти нефтяные базы у них в российской федерации горят там эти порты и все остальное да нечем это восполнять поэтому ну это все по щелчку просто вырубится сознание когда удушаешь и понажете вроде все нормально 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 а потом хлоп вот кстати слышно да едет наша техника а потом только хлоп и нету не еще вырубается сознание ребят понятно что погано я 50 лет встретил блин в войсках мобилизованным 40 лет с этим войсках мобилизованным четырнадцатом году да то есть но судьбу не выбирают подумайте о том что финны когда-то сопротивлялись российской империи сопротивляли советской россии и финны сейчас самый счастливый народ ну там по этим всем показателям на планете земля для того чтобы наши потомки жили себе счастливо надо сейчас от этого блин аркастана отбиться ну кто чувствует себе силы тот этим занимается кто не чувствует конечно сбежал к ним обращаться бесполезно просто гражданские не паникуйте а то уже там покровский из покровского уезжайте из мирного рада уезжать но если вы сидите там я не знаю в ванно-франковске и рассказываете о том чтобы как все плохо у нас покров взяли поверьте блин на масштабах всего фронта это участок сложный но он далеко не самый основной все будет украина не переймайтесь